Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы читаем книгу пророка Аввакума для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы переходим к центральной части пророческой книги, к началу второй главы пророчества, в которой сердцевина библейской теодицеи, вопиющего недоумения, не находящего ответа вопроса человеческого. Почему же неправда? Почему зло? Что, если мир сотворен святым Богом? Как уразуметь, где ответы? Ум и сердце их не находят. Аввакум дерзает на отчаянный шаг. Выражается это такими словами. На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Образ древнего города. Город обнесен стеной. Старожевая башня, на которую поднимаются стражи. И они пребывают там и днем, и ночью. И особенно четыре ночные стражи с шести вечера до шести утра. Они неустанно смотрят по сторонам, в сторону горизонта. Не приближается какая опасность. Вот это и есть старожевая башня. Здесь употреблено слово «нацор». Оно переводится синодальными русскими переводчиками как «башня». Существует и другой перевод, перевод как «круг». Возможно, что старожевая башня именно круглая. В греческом переводе «семидесяти» переводится «петром», то есть «камень». Аввакум стал на камень. Пророки, они в Ветхом Завете сравниваются и с пастырями, и со стражами. Стражник поднимается на старожевую башню. Это подобие пророка, который поднимается к высотам Божьим и зрит, откуда идет опасность. В руках Аввакума недоуменные вопросы людей. Это так напоминает современную практику, когда священник с большой кипой записок идет в алтарь, чтобы все эти записки прочитать при лицом Всевышнего. Аввакум не от своего только лица, а от лица всех недоумевающих, ищущих правды Божьи и не находящих ее. Он поднимается на башню. Есть раввинистическое толкование, очень своеобразное. Если брать значение круга, что Аввакум начертил круг, зашел в этот круг и дал зарок, что он не выйдет из этого круга, пока не получит от Бога ответ. Так может поступить отчаявшаяся вера. И теперь он наблюдает, чтобы узнать, что Бог скажет в нем, что скажет Он во мне. А я потом выйду из этого круга или спущусь с этой башни и возвещу тем, от лица которых я задавал эти вопросы Богу, почему так все в мире устроено и происходит. по тексту Аввакум не столько ждет некого голоса с неба, как слышал его Моисей, что скажет Он во мне. То есть сердце внутри, в душе. Он ждет, что Бог все-таки наконец что-то изречет, наконец скажет то, что может удовлетворить взыскующий ум и тревожное, и недоумевающее сердце. И вот он стоит на этой башне. Сходить он с ней не собирается. Пересекать линии круга он не будет. Он не может еще раз спуститься к людям и беспомощно развести руками, не имея никаких ответов, как Виктор Петрович Астафьев, великий писатель наш, сибирский, говорил, «И нет мне ответа». А перед этим он задавал вот эти самые вопросы. Ответ приходит. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Начинает происходить нечто удивительное, нечто особенное. Думается, что Бог теперь начнет отчитываться? Ну, вы знаете, отчитывается провинившийся, нашкодивший. Богу что, теперь надо оправдываться? Почему Он сотворил такой мир? Почему все происходит так? Почему все так плохо? Почему Он не сделал что-нибудь более понятное и приемлемое? Нет. Таких ответов от Бога не будет. А что будет? То, что мы прочитали, это предварительно. Запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий мог прочитать, ибо относится к определенному времени. Вот это интересно, о чем идет речь? О каком-то определенном времени. И дальше говорит о конце, не обманет. А в другом изводе этого текста, в другом его прочтении, «грядущий придет и не умедлит». То есть речь идет не просто о видении, а о некоем конкретном лице, которое придет и не замедлит. Хотя это определенное время еще не близко. И христианские толкователи увидят в этом указание на Христа, на Мессию. Он придет. Он придет, не умедлит. Только ты жди. И вот тогда, тогда ты начертишь на скрижалях, Моисей начертил на скрижалях, Бог начертил на скрижалях 10 заповедей. А здесь, на скрижалях сердца, Бог начертает ответ. Что за ответ? В чем он? «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Эти слова являются центральными во всей пророческой книге. Они распадаются на две части. Во-первых, «Вот душа надменная не успокоится». То есть люди делятся на две группы. «Душа надменная не успокоится». Еврейский текст позволяет различные оттенки. Душа надменная имеется в виду душа, которая аж раздувается, ее разносит. Вот это состояние надменности, душа надменная не успокоится. Это означает, что такому человеку никогда не придет ответ. Ему покоя не будет. И получается, что причиной отсутствия покоя, причиной отсутствия ответа на вопросы теодицеи является не понимание, не незнание, а причиной является надменность человеческой души. Если бы даже она жила в райских кущах, она и там не успокоится. И там ей будет неладно. Таким образом, Бог не какую-то тайну открывает, не какое-то знание сообщает, а Он раскрывает состояние человеческой души, которая приводит к безответности и к ответу. Вот надменность человеческой души никакими ответами не удовлетворится. Всегда после любого ответа будет еще контр-суждение. И все. А вот праведный, сказано, верою жив будет. Не умом. Не тем, что он понимает. Не тем, что он теперь знает, что там на уходоносы, что там иудейские цари, что да где да как. Нет. Праведник верою жив будет. Вера – следующая ступень. Верность – следующая ступень. Доверие. Праведный верит. В своей вере он верный, проявляет эту верность. И через верность он восходит к доверию, когда он всецело в руках Божьих. И у него нет вопросов. Не потому, что он что-нибудь понимает и знает, а потому, что он верит и доверяется Богу. Он знает, что Бог лучше знает и все ведет ко благу. Как апостол Павел пишет, любящим Бога все соделствует ко благу. В том числе и все неправды этого мира, в том числе и все неправды, которые происходят лично со мною. Иудейский раввин семлай приводит интересное рассуждение. Он говорит, что Моисей дал, как известно, помимо десяти заповедей, шестьсот тринадцать заповедей божественные Тору. Давид эти шестьсот тринадцать заповедей свел к одиннадцати в своем псалме. Это псалом четырнадцатый. Исаия он сведет к шестью заповедям. Это в первой главе его пророческой книги. Михей сведет в шестой главе своей пророческой книги к трём. А в вакуум все сводит ко одной. И таким образом уже раввинистические, иудейские толкования находили в этих словах квинтэссенцию и суть Танаха, то есть всего священного писания. Праведник верою жив будет. Эти слова они будут не однажды воспроизведены в Новом Завете, особенно апостолом Павлом. Праведник верою жив будет. Доверье. Какие-то вещи в божественном промысле нам открываются, какие-то остаются неясны, какие-то вообще не открываются. сердце, верное Богу, не тревожится. Оно всецело в руках Божьих. И там покой. Покой души. То, что Христос сказал, придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот и исполняются слова, что придет грядущий и неумедлит. Это Христос. И Он даст этот покой душе. Мы видим действительно, что христиане в самых лютых неправдах, несправедливостях этого мира, которым подвергаются они сами, их домочадцы, их родные, их близкие, сама Христова Церковь и вера. И вообще все, что происходит в этом мире, когда все скверхно, все наперекосяк. И они совершенно спокойны. Не потому, что они знают секреты и умеют объяснять, а потому, что они доверяют тому, в которого уверовали. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена. В данном случае этот надменный человек, если брать конкретно исторически, это, конечно же, на уходоносов. Это ему нет покоя. Он, как бродящее вино, он расширяет душу свою, как ад. Это пасть шоу. Все поглощающий. И кажется, что оттуда ничто не возвращается. Он, как смерть, ненасытен. Он собирает к себе все народы, он захватывает себе все племена. А что еще остается надменному? Есть сила, веди себя вот так. Нет силы, сгинь. То и другое слишком непривлекательно. То и другое никогда не даст покой душе. И вот это бродящее вино, это опьянение, которое заглушает разум, совесть, сердце, все в человеке. Все бушует, лютует, ну и все. Вот такое состояние нечестивца, надменного, который, как пуздырь, раздувается. А на фоне этого праведный, который верою своей жив. Причем, смотрите, праведник верою жив будет. Не выживет, не просуществует, а жив. То есть, вера, верность, доверие Богу, они дают возможность не просто существовать, не просто перетерпеть, а они при всех неправдах, которые с тобой происходят, дают возможность полноценно, светло, радостно жить. Господь дает жизнь и дает жизнь с избытком. Она буквально плещет эта жизнь из сердца праведного. И дальше вся книга — это две песни. Это так называемая насмешливая песнь «Пятикратное горе надменному человеку». А потом песнь, которая воспевается Всевышнему Богу теми, кто уверовал в Него. И дальнейшие наши размышления будут как раз об этих двух песнях. Вторая глава с шестого стиха и до конца — это насмешливая песнь «Нечестивцу». А третья глава — это знаменитая песня «Вакума», где праведный зрит шествие Бога в этом мире. Насмешливая песнь. Пророк говорит, но не все ли они будут произносить о нем, имеется в виду о надменном человеке. Конкретно исторически это был Науходоносор, возглавитель халдеев, которые вроде бы как навели правду Божию, наказали несправедливых иудеев, но сами принесли еще большую неправду. Это переносится на душу надменную всякого времени, в том числе и нашего. Но не все ли они будут произносить о нем, об этом надменном человеке, притчу и насмешливая песнь. Насмешливая песня. Далее следует эта насмешливая песня. Как она построена? Она своеобразна, ритмична, поэтична поставлена. Это пятикратное горе. Горе такому-то, горе такому-то, горе такому-то. это пятикратное горе, оно выражает пять сторон жизни надменного человека. Каждая из этого горя состоит из трех библейских стихов. Первый говорит о том, кому, собственно, все это адресовано. Второе оно раскрывает в чем неправда этого надменного человека. А третий стих итоговый, подводящий итог. Каждый раз начинается с еврейского слова «ки», которое лучше всего на русский переводится «ибо», а еще это «ки» означает клеймо, то есть надменный человек теперь заклеймлен, и на него возлагается это божественное пророческое клеймо. Вот так построено это горе, и оно пятикратно. первое горе. Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли и обременяет ли себя залогами. Итак, горе «хой» это звучит по-еврейски, как-то уж очень созвучно с русским «ой». Возможно, что на разных языках этот возглас, который исторгает человек, когда ему плохо, когда ему больно, когда горе. И вот это пятикратное горе. Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим. Итак, душа надменная, она стремится к обогащению. Миром правит капитал. И вот горе такой душе. Безмерное обогащение не своим. Надолго ли? К чему это приведет? Такому человеку горе. Хотя сам человек, пока у него это удачно получается, он вовсе не думает, что его ожидает горе. Дальше идет раскрытие. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Итак, если первый стих обозначает, кому провозвещается горе, надменному, в какой его реализации, в обогащении не своим, и что его ожидает, не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя? То есть, ты брал не свое, тебя будут терзать, поднимутся против тебя грабители, и ты достанешься на расхищение. Это напрямую исполнилось на иудейских неправедных судьях и старейшинах. Они брали не свое, они были причиной отчаянного горя, тоски, которая была у людей, которые теряли свое родное, честное. И к чему это пришло? А пришли грабители, вот эти самые халдеи. Они пришли и ты достанешься им на расхищение. То есть здесь некий такой кармический закон в некотором смысле, что устанавливается какая-то правда жизни. И дальше клеймо. Вот это ки, которое синодальные переводчики в данном случае переводят так, как «Ибо ты ограбил многие народы» Это уже относится, естественно, в первую очередь к науходоносову. «То и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем». То есть грабитель будет ограблен. Вот основная мысль, которая заключается в этом проклятии или в этом провозвещении горя нечестивому человеку, который обогащает себя не своим. Второе. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. это человек, который ищет славы, но славы какой? Славы за счет того, чтобы обеспечить себе безопасность. Вот надменный человек, он продуманный, он понимает, что надо себя обеспечить охраной, крепостью. Раньше строили крепости на неприступных высотах. Мы сейчас смотрим, как на вершинах скал вдруг возвышаются крепости. Туда забраться-то невозможно. Как же туда весь стройматериал был доставлен и как было совершено строительство? Вот делали. То есть устрояли себе гнездо на высоте, чтобы обеспечить себя несчастье, чтобы сидеть в этом гнезде и успокаивать себя. Живи, ешь, пей, веселись. Тебе ничто не угрожает. Надменный человек, он очень часто пытается создать себе вот это надежное, безопасное гнездо. И что? Вот как это выглядит со стороны Божьей. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы и согрешил против души твоей. Ты думал жить во славе и быть надежно защищенным. И ты не догадывался, что когда ты так тщательно продумывал свою безопасность, безопасность своей слави, что на самом деле ты измышлял свое собственное бесславие. Делал ты это ценой того, что истреблял другие народы и согрешал против собственной души. То есть такой человек живет всем во вред. И другим, которые должны рассчитываться за его безумные проекты, и своей душе, которая от этого на самом деле тоскует, страдает. И итог, клеймо. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. То есть ты создал себе вот эту крепость, там высоко на скале, камни, мощные перекладины, перекладины из дерева, ты думаешь, что они тебя защитят от кого-то? Может быть и правда, кто-то туда не заберется. Они сами возопьют. То есть то, что служит тебе безопасностью, что должно тебя оградить и обеспечить твою безбедность, именно оно-то и возопеет. вот в чем опять парадокс. Не кто-то извне даже, а именно то, что ты сам придумал для своей славы, для своей безопасности, оно и сразит тебя. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Святые отцы позволяли себе здесь и такие насказания, вроде как камни и стен это окаменевшие в грехах сердца людские, а перекладины из дерева это распятый на кресте Христос, раскинувший руки и спасающий их. И такой диалог между этими каменными сердцами и между распятым за них Христом, который является Божьим ответом на человеческое окаменение. Третье горе. Горе, строящему город на крови и созидающим крепости неправды. Выше мы видели богатство не собою заработанное, обеспечение безопасности в высоком горе гнезде, а третье это жестокость, жестокость, которая реализуется часто напрямую через убийство. Горе, строящему город на крови. Ох, сколько у нас этих городов на крови. Ох, сколько владык земных и в прямом смысле слова построили себе эти крепости, эти города, прославляя себя, иногда именуя их даже фактически своим именем, а город на крови. А если иносказательно, если речь идет не о великих правителях этого мира, а таких, как мы с вами, о простых людях, вот надменная душа, она тоже часто строит город на крови. Она созидает крепость неправды, жестокостью, силой, уничтожением ближнего. И как это видится от Бога? Вот не от Господа или Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно. Вот эти народы, которые строят город на крови, они не догадываются, что трудятся для огня, они не догадываются, что эти мучения, которые они причиняют племенам, все это напрасно. Стройка идет полным ходом, все так хорошо, а на самом деле это все напрасно. Бог не благоволит этому. И не от Господа Лиса Ваофа то, что эти народы трудятся для огня. Все сгорит. Римский полководец Цепион, когда видел догорающий Карфаген, то есть реализовавшуюся мечту римлян, теперь Риму больше ничто не угрожает быть столицей мира, плакал. когда вы спросили, что ты плачешь, а он говорит, а я вижу, как пройдут времена и будет таким образом гореть Рим. «Народы ты трудился для огня, ты трудился напрасно, а что будет? А будет то, что земля наполнится познанием славы Господа, как волны наполняют море». А это уже будет без тебя и не от тебя. Это будет делать вседержитель, промыслитель этого мира. «Четвертое горе». «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». О, вот это уже само то, чем занимается надменный человек. Он подает своему ближнему питье с примесью злобы. Он него опьяняет, чтобы потом его пьяного обнажить и осрамить. И в этом какое-то особое удовольствие надменному человеку. Как-то похоже на это поступил хам в отношении отца своего Ноя. Отсюда этот грех получил название хамство. Подобным образом поступали и вавилонские владыки. Они напаяли отвратительным напитком полоненных ими царей. И когда те лишались адекватности после этого испития этой чаши, они глумились над ними, потому что те могли обнажиться и вести себя совершенно идиотским образом. Ну, а те, кто это все делает, для них это культурное времяпровождение. Вот это интересно. Это проявление самых основ надменного человека. Как на это смотрит Бог? Ты присытился стыдом вместо славы. Ведь наш шоу-бизнес это по большей части не слава, а стыд. И мы им наслаждаемся. Это вот это самая надменная душа. Так пей же и ты показывай срамоту, обратиться и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Если ты так поступаешь с другими, то придет твой час. И вот это посрамление, этот стыд, срам, постигнет тебя, и тебе придется показать срамоту. И клеймо, ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за упостошение страны, города и всех живущих в нем. Вот то, что ты там на Ливане, а это божественные снегом покрытые горы с севера, окаймляющие обетованную святую землю, вот то, что ты там напакостил, это все на тебя же и обрушится, и истребит, и возмездие придет к тебе. То есть те, кто сегодня весело хохочет, те завтра будут плакать. И пятое горе. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого же учителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Итак, пятое горе, оно как бы немножко отличается от тех, первые четыре, они нахвили такой духовно-нравственный смысл, а точнее греховно-безнравственный. А здесь идолопоклонство. Надменная душа, она все равно не может без некоего божества, но она никогда не поклонится истинному живому Богу. Истукан, сделанный художником, литый лжеучитель, воятель делает немые кумиры. И вот на своими руками изготовленное произведение он и надеется. Это было и в прямом смысле идолопоклонство древности, есть идолопоклонство и нашего времени, оно и сегодня живо. В цивилизованном сообществе оно чаще проявляется не в прямом смысле поклонения неким статуям, изваяниям, хотя это тоже имеет место быть. А в цивилизованном обществе это часто кумиры политические, лидеры каких-то различных видов творчества, звезды, которые боготворятся, звезды футбола, звезды кино и так далее. Всему этому человек поклоняется, человек полагается на свое собственное произведение, кумиротворчество. Это плод надменной души. Как это выглядит от лица Божия. Горе тому, кто говорит, дереву встань, и бесславному камню пробудись. Ну, и учит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Но здесь берется образ древних идолов, когда камень призывался к тому, чтобы встать, может ли он это сделать, научит ли он чему-нибудь, даже если он обложен золотом или серебром. Дыхания-то в нем нет. Крестьянин, раб, в лаптях ветоши, но в нем дыхание, в нем жизнь. А эти гениальные произведения искусства, они мертвы, они обложены золотом, но там нет души. И то, что мы обозначили как некое клеймо «ки», в данном случае переводчики наши «а», «а Господь во святом храме своем», «а Господь во святом храме своем», «да молчит вся земля пред лицом его». То есть, пока люди изготавляют кумиры и поклоняются им во святом храме своем Господь, Всевышний Бог. И это так, и это по-другому не может быть. И все эти боги, они ничто пред лицом его. Господь во святом храме своем, единый Бог, ему единому слава, и домолчит вся земля пред лицом его. То есть, вот он итог всей насмешливой песни. Вы обогащаетесь не своим, вы хотите себя обезопасить высоко на скале, вы строите город на крови, вы напояя вином услаждаетесь срамотой, живете посмешищем, вы поклоняетесь идолам, да молчит всякая плоть, умолкни пред Богом твоим. Насмешливый человек, он к Богу имеет претензии, себе позволяет все. Эта песнь, которая ему адресована, завершается призывом пророка «Умолкни, умолкни пред лицом Всевышнего Бога, да молчит перед Ним всякая плоть».